Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео ТОП-6 лучших смартфонов фирмы ZTE 2019 года по цене до 15 тысяч рублей. Итак, несколько лет ZTE занимает высокие позиции на рынке высоких технологий. Компания выпускает многофункциональные и относительно недорогие смартфоны, поэтому каждый покупатель сможет подобрать устройство по карману. Однако периодически ZTE выпускает не самые лучшие модели, поэтому в данном видео мы рассказали о лучших бюджетных смартфонах от китайского производителя, которые стоит купить в 2019 году. Итак, поехали! Итак, первый гаджет нашего видеообзора Blade A530. Итак, в данный момент это самый известный смартфон от компании. Он стоит всего 6 тысяч рублей и работает на Android 8.1. Пахвально! Кроме того, производитель оснастил устройство отличным экраном на 5,45 дюйма с HD+, с разрешением, соотношением сторон в 18 на 9 и поддержкой сетей 4G. Даже с учетом крупных габаритов устройство удобно держится в руке и не выпадает. Важное замечание. Также здесь имеются слоты для карты памяти и второй сим-карты. Стоит купить именно вот этот аппарат A530 школьникам и студентам с маленьким бюджетом или тем, кто хочет приобрести дополнительный смартфон. Это устройство справится с задачами средней сложности. Для современных игр, конечно, эта моделька не подойдет. Но аппарат довольно-таки интересный. Идем дальше. Следующий гаджет Nubia Z17 Mini. Это один из лучших музыкальных смартфонов. Причем аудиозаписи Z17 Mini хорошо воспроизводят как в наушниках, так и без них. Устройство имеет стильный дизайн и качественный экран на 5,2 дюйма с разрешением 1920 на 1080 точек. Для смартфонов за 12 тысяч рублей это очень хороший показатель. Отдельного внимания заслуживает передняя камера на 16 мегапикселей и тыловая камера двойной ушечкой 13 плюс 13, что позволяет записывать в видео в 4К качестве. За защиту экрана отвечает сапфировое стекло. Интересный вариант. Важное замечание. Некоторые покупатели жалуются на фотоаппарат данного гаджета. Он немножко с автофокусом шалит. Бывает не очень, так сказать, уверенно срабатывает. Ну вот как бы и все. Железяка интересна. Особенно со своим стеклом. Ну а теперь давайте рассмотрим следующий аппарат. Это Blade A6. Автономный смартфон за 6700 рублей. И это точно. Модель работает на Android 7.1 и имеет 32 гигабайта флеш-памяти с возможностью расширения. Пользователи оттянили неплохую комплектацию устройства. И самое главное это батарею с емкостью 5000 мАч. Благодаря этому можете не заряжать смартфон 3-4 дня. Батарея быстро не разрядится. Из недостатков выделяется камера 13,5 мегапикселей, которая откровенно не дотягивает до создания качественных фото. Однако за столь низкую цену это очень хороший вариант. Ну и батарея тут прекраснейшая. Двигаемся далее. Blade V9 32 гигабайта. Итак, это стильная модель с экраном на 5,7 дюйма и разрешением 2160 на 1080 точек. Шикарное разрешение. Это позволяет играть в игры на высоком качестве и смотреть любые видео. Особое внимание уделим двойной камере на 16,5 мегапикселей, которая создает классные снимки. Производитель наделил V9 памятью на 3,32 гигабайта и работает устройство на Android 8.1. Нормально. Также здесь довольно-таки хороший аккумулятор, который долго держит заряд. Цена модели начинается от 9 тысяч рублей. Важный совет от нашего канала. Если вы ищете дешевый смартфон с отличной камерой и высококачественным экраном, рекомендую выбрать V9. Ну а теперь Blade V8 64 гигабайта. Итак, это мощный аппарат с процессором на 8 ядер и шлемом в виртуальной реальности. Встроенный в упаковочку, так что сразу из коробки его можно достать. Причем V8 делает отличные снимки благодаря камерам на 13,5 мегапикселей, а также имеет возможность 3D съемки. Внешне смартфон выглядит стильным и тонким, а его корпус выполнен из алюминия. Сканер отпечатков пальцев работает без нарекания, судя по отзывам покупателей. Также вас удивят удобные клавиши регулировки громкости, а благодаря олеофобному покрытию экран вашего смартфона не будет заляпан пальцами. Я люблю олеофобку, это точно. Ну а теперь следующий довольно-таки интересный аппарат Blade A7 Vita. Итак, это качественный смартфон по цене от 6500 рублей. Большого распространения модель не получилось, что довольно странно, ведь здесь большой экран диагональю 5,45 дюйма, поддержка имеется в 4G и так далее. Кроме того, за качество снимков отвечает камера на 13 мегапикселей. А благодаря батарее емкостью 3200 вам не придется часто заряжать смартфон. Ну и на борту довольно-таки стоит нормальный Android 8.1. Аппарат интересный, достоин рассмотрения. В конце видео заключение. Итак, в этом видосе мы рассказали о 6 лучших смартфонов от фирмы ZTE, которые стоит купить в 2019 году. Все модели имеют множество плюсов и определенные недостатки, поэтому выбирайте устройство в зависимости от ваших целей. К примеру, если вам нужен дополнительный смартфон, стоит взять аппарат А530. Просто и надежно.